Магазин Android55, Mi55.ru приветствует вас на своем канале. Мы представляем беспроводные зарядки HOKKO. HOKKO это достаточно серьезный бренд на рынке. Сейчас аксессуары HOKKO, по крайней мере в нашем магазине, доминируют. Несмотря на то, что у нас есть зарядки других производителей, например, BASUS, которые являются более серьезными и дорогими, нельзя игнорировать присутствие в ассортименте зарядок HOKKO. Зарядки 5-ваттные, не такие мощные, но зато очень бюджетные, очень интересные. Есть разные варианты исполнения. Сейчас мы начнем, наверное, с зарядок CW13. Давайте посмотрим на примере, например, черной зарядки. Что мы видим интересного на упаковке? На упаковке информации минимум. Минимум это напряжение 5 В, 2 А максимум и выход 5 В. Самое интересное, что мы можем сделать, это посмотреть на саму зарядку и попробовать ее включить. В коробочке у нас находится лоточек. Международный гарантийный талон на английском и китайском языке. Неплохой кабель для подключения USB-Micro-USB с логотипом HOKKO. Эластичный, неплохой кабелек. Ну и сама зарядка. На зарядке указана модель и ее параметры те же 5 В, 2 А максимум. 5 Ваттные. Это то, что отличает эту зарядку от зарядок, например, BASUS, которые поддерживают до 10 Вт. То есть умеют работать с быстрой зарядкой. Эта зарядка работает с обычными адаптерами. Даже если вы подключите к ней быстрый адаптер, адаптер с поддержкой технологии быстрой зарядки, вы быструю зарядку не получите. Но, тем не менее, этой зарядки достаточно для того, чтобы с удовольствием в медленном, в нормальном, щадящем режиме зарядить ваш смартфон за ночь, не подключая его к порту, просто положив на платформу. Здесь вот у нас я обнаружил индикатор. Попробуем подключить. Сейчас у нас на приборчике 5 Вольт, 4.96 Включаем. Моргнуло синеньким. И вошло в какой-то режим. Видимо, режим ожидания. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас по-прежнему потребление 0. Для примера у нас есть смартфон Xiaomi Mi 9. Давайте попробуем его уложить вот так, чтобы было видно индикатор. Хоп, индикатор загорелся синим. На смартфоне появилась надпись. Процесс зарядки пошел. Смотрим ток. Приличный ток. 0.7-0.6. Примерно такие же результаты мы получали на зарядке BASUS на этом же смартфоне. Но в чем фишка? В том, что мы будем получать здесь эти результаты более стабильно, а на зарядках более дорогих BASUS мы сможем на разряженных смартфонах получать более лучшие результаты. То есть, прокачивать до 10 Вт. надо это или нет решать вам. Собственно, о зарядке CW13 у нас все рассказано. В описании будет ссылка на страницу в магазине Android 55. Также там будет ссылка на все беспроводные зарядки. Вы можете посмотреть весь спектр наших устройств. Зарядки, смартфоны, держатели автомобильные, автомобильные держатели с функцией беспроводной зарядки, и пауэрбанки с функцией беспроводной зарядки. То есть, у нас есть всякие интересные устройства, необычные. Заходите на страницу нашего сайта и, конечно, в наш офлайн-магазин. Это главное, так как мы находимся в Омске. До свидания. Всего вам доброго. Хорошего вам дня. Продолжение следует...